Комсомольцы Комсомольцы Свой значок Евгения сразу прицепила на школьную форму, как положено на фартук с левой стороны. Мальчики носили его также на лацкане пиджака. Гордость невероятная, как и комсомольский билет. Потерять его было смерти подобно. Хуже, чем с водкой попасться. На карьере сразу крест. Оно и понятно. Почти партийный документ. Шесть орденов комсомола, фотообладателя и полный перечень уплаты комсомольских взносов. Последние были строго обязательными. Суммы взымались разные. В зависимости от учебы в школе, это было 2 копейки. И учеба в институте, это было 10 копеек от стипендии. Стипендия у нас была в институте 40 рублей в месяц. То 10 копеек. Проезд на автобусе был 5 копеек. То 10 копеек это было достаточно. Работающие граждане вносили 1% от зарплаты и не роптали. В престижную профессию без корочки было не попасть. До 1989 года она была необходима для поступления в ВУЗ. В училищах и техникумах студенту бесчленства тоже задавали массу вопросов. Те, кто имел, могли проходить в комсомольцах до 28 лет. После чего получали право вступить в коммунистическую партию Советского Союза. А вот лишиться гордого звания комсомольца было легче легкого. Билет могли отобрать из-за простого сигнала соседей о позднем и шумном визите гостей к будущему партийцу, его семейного скандала, посещения церкви и неуплаты взносов. В итоге полное отсутствие всяких жизненных перспектив. Бывший комсомолец – клеймо. Из-за него не брали на работу и просто осуждали. Ленин партия комсомол! Ленин партия комсомол! Ленин партия комсомол!